МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Безрассудство пешеходов и бездействие сотрудников ГИБДД". Видеоролик, снятый жителем города, вызвал бурное обсуждение березняковцев. -"Могут в любой момент сбить, это очень страшно". -"Война домов, дорожка стала причиной конфликта соседей". -"Это опять мы. Посмотрите, надо срочно делать. Жильцы жалуются на вас, что с коммуникацией все нормально". Средневековые нравы некоторые березняковцы выливают фекалии прямо на улицу. Это новости на ТНТ в студии Артем Рахматолин. Здравствуйте. Кадрина, содержащие лекарства с завтрашнего дня, будут отпускаться только по рецепту. Отправляясь в аптеку, будьте готовы к тому, что фармацевты откажутся продать вам некоторые таблетки от боли и кашля без назначения врача. Репортаж Михаила Якунина. В березняковских аптеках уже висят объявления. Список препаратов, продаваемых по рецепту, пополнился на 19 позиций. В него попали как обезболивающие, так и противокашливые лекарства. Объединяет их одно, все они содержат кадеин. И хотя доля этого вещества в таблетках минимальна, наркоманы покупают эти лекарства в больших количествах и выделяют из них кадеин. Именно поэтому правительство и запретило продавать эти препараты без рецепта. У аптек проблем не возникнет. Возникнут проблемы у больных, которые пользуются этими препаратами. Потому что теперь, если они отпускались без рецепта врача, то теперь для того, чтобы они их купили, надо сходить в больницу или записаться к врачу и выписать препарат на рецепте. Впрочем, не все фармацевты такие добросовестные. Есть аптекари, которым наплевать на закон. Они спокойно продают препараты, запрещенные к продаже без рецепта. Напомним, в одном из сюжетов мы делали контрольную закупку препарата тропикамида. Его наркоманы тоже используют в качестве наркотика. Тогда приобрести это лекарство без рецепта для нас не составило труда. Будут ли фармацевты соблюдать новые правила, покажет время. Но сотрудники прокуратуры напоминают, что в случае выявления нарушения отвечать фармацевты будут по всей строгости закона. Будут накладываться штрафы непосредственно на должностное лицо, которое нарушило. Либо этот штраф может быть наложен на юридическое лицо, то есть аптеку непосредственно, которая продает. Штрафные санкции на сегодняшний день на должностное лицо от 3 до 4 тысяч, а на юридическое лицо от 40 до 60 тысяч рублей. Если нарушения будут неоднократными, то аптеку могут просто закрыть. Так что их владельцам лучше задуматься, стоит ли рисковать бизнесом. Сейчас производители разрабатывают новые формулы для популярных препаратов без кодеина. Так что без обезболивающих мы не останемся. Другое дело, что наркоманы могут найти другие лекарства для изготовления наркотиков. Михаил Якунин, Атом Бадагазин. Новости на ТНТ. В Березняках высокая аварийность на дорогах. С начала этого года в городе произошло свыше тысячи ДТП. Шесть человек погибли, более 80 получили травмы. Пешеходы и водители винят друг друга, ну и, конечно же, сотрудников ГИБДД. Следующий видеоролик сделал житель Березняков. На нем видно, как инспектор ДПС оставил без реакции нарушения правил со стороны пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Произошло это на улице Юбилейная в районе 8-й школы. Магик Пипл, Вуду Пипл! Я пою, ребята играют, не попадаем в друг друга, бывает, пускай в наши музыки много изъем. Давай соляку, давай костям! Магик Пипл! Магик Пипл, Вуду Пипл! Магик Пипл! Магик Пипл! Мы же люди, мы же люди. Инспектор ГИБДД должен был, конечно, наказать пешеходов, ну или хотя бы сделать им предупреждение в целях профилактики. Но удивляет и безрассудство самих пешеходов, которые рискнули переходить оживленный участок дороги в неположенном месте, да еще и с маленьким ребенком. Хотя до пешеходного перехода буквально рукой подать. Ведь, как говорится, береженного Бог бережет. Другим темам. Жители дома номер 45 по улице Набережная возмущены поведением своей соседки. У женщины, живущей на первом этаже, в квартире нет унитаза. Поэтому все фекалии она выливает на улицу, прямо как в средневековые времена. Репортаж Евгении Кокшаровой. Ей вот так вот мама наклонялась, было дело, когда она выливала. Говорит ей, ты что делаешь? В квартире Евгении Тужилкиной большая просторная лоджия. Но она никогда не выходит туда подышать свежим воздухом. Ведь воздух испорчен здесь несколько лет. Дело в том, что соседка с первого этажа выливает помои прямо на улицу. Говорят, у этой женщины демонтирован унитаз. Чтобы запах фекалий не попадал в квартиру, Евгения установила на балкон стеклопакеты. Который год это длится, жалобы уже писали, собирали подписи, даже собирали со всего подъезда, собирали, ничего не подействовало. Сейчас уже стали собирать с соседних подъездов, вот вчера собирали подписи. Вчера подходил мужчина, говорит, собираем опять подписи и начали опять собирать. Из этого балкона жительница 63-й квартиры выливает помои. Здесь круглосуточно стоит смрад. К счастью для телезрителей, камера не передает запахи. Как видите, на этом месте даже не растет крапива. Мы решили выяснить у хозяйки квартиры, почему она отравляет жизнь своим соседям. Предположения жильцов подтвердились. А вы выливаете помои под окно? Да, приходится. А почему? Так не чистят канализацию. А унитаз у вас есть? Сломали. За комментариями мы обратились в управляющую компанию «Набережная Комфорт», обслуживающую 45-й дом. Там нам сообщили, что уже наслышаны об истории с душком. И рады бы помочь, но хозяйка и ее собака в дом никого не пускают. Но для нас коммунальщики сделали еще одну попытку. Это опять мы. Посмотрите, надо срочно делать. Жильцы жалуются на вас, что у вас с коммуникациями не все нормально. При виде телекамеры Ольга Павловна сделала исключение и пустила слесаря к себе в жилище. Как видите, унитаз сломан, канализация засорена, а ванна до краев заполнена зловонной жидкостью. Коммунальщики принимаются за работу. Спасибо телевидению, что за жильцов, помогли жильцам за наш счет. Но спасибо огромное, что обратили внимание. Уже через полчаса Ольге Павловне установили новый унитаз и начали прочищать канализационные трубы. Мы будем ходить на унитаз, будет у нас ванна незакружена. Зачем я буду туда выливать, я не выливать не буду. Так что соседям можно будет наконец-то открыть окна и в их квартирах будет свежо. Евгения Кокширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Настоящая война развернулась между двумя домами по улице Льва Толстого. Причиной этого стала дорожка. Одни считают ее пешеходным тротуаром, другие используют для проезда автотранспорта. Подробности в сюжете Любови Бухариновой. Судья поверила ему больше, чем нам. Вот уже год эта дорожка не дает покоя жителям двух домов на улице Льва Толстого. 64-й дом считают ее пешеходным тротуаром. 62-й и другие используют как проезд для автотранспорта. Жители 64-го даже установили там бетонный блок. Сейчас невозможно, потому что с маленьким ребенком гуляешь, нечаянно раз машина резко выезжает. Кто там ездит, непонятно. Или пьяный, или наркоманы, кто. Могут в любой момент сбить. Это вообще очень страшно. Одной из причин установки на этой пешеходной дорожке бетонных блоков жителями 64-го дома стало то, что ровно год назад здесь едва не сбили девочку. Ребенка едва удалось спасти из-под колес автомобиля. Но зимой уже установленные бетонные блоки убрал на бульдозере один из жильцов 62-го дома. На утверждение соседей, что у них есть все нормативные документы, разрешающие перегораживать территорию дома, он не обратил никакого внимания. Слышу, уже ругань началась. Ну, просто ругаются. Голос Галины узнала. В окошко увидела, что она упала, и у нее из рук что-то вылетело. Ну, думаю, что это и мужской голос. Вот, я вышла. Тут, в общем, получается такая ругань, то, что он вот это все по грузчикам убирает чистик, Галина Юрьевна, короче, защищается, потому что это мы сами ставили, сами собирали деньги. На сегодняшнем собрании жителей 64-го дома один вопрос. Что же делать с тротуаром, чтобы по нему перестали ездить машины? Галина Разжигаева помнит, как еще ее родители добивались того, чтобы у дома появилась дорожка. Когда дом стал заезжать, в этот дом заселяться, была сплошная грязь. И наши родители хотели, требовали, чтобы нам благоустроили эту территорию. Вместе с Галиной Азнобишиной отправляемся в 62-й дом, так сказать, в гости к соседу. Однако того не оказывается дома. Говорят, его нет уже два дня. Идем, куда-то уехали. По дорожке около дома продолжают ездить машины. Таксист Владимир знает все короткие пути в городе. И это один из них. Мне удобнее выехать на Ломоносово с этой стороны. Чтобы, скажем, мне выехать на Ломоносово через Советский проспект, надо крюк давать. То есть мне надо выехать на юбилейную, и тогда только я попаду на это. Но, как известно, люди выбирают кратчайцы пути. Жильцы 64-го дома рассказывают. Просили подтверждения о том, что это пешеходная дорожка в ГИБДД. А также обращались в пожарную часть, чтобы уточнить, что здесь не нужен проезд для спецтехники. Что же делать, если бетонные блоки убирают? Сами водители считают так. Можно поставить знак проезд запрещен. Для спецтехники он не будет помехой. А уважающий себя водитель не поедет. Один суд жителей 64-го дома уже проиграли. Но сдаваться они не намерены. Чем же закончится война двух домов? Мы будем следить за этой ситуацией. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. Горожанам рекомендуется сделать запасы воды. Березняковский филиал Новогор Прикамья уточнил районы, в которых завтра в 16 часов будет отключено водоснабжение. Это Абрамова и 2-я горбольница. Также возможны перебои с подачей воды на верхние этажи зданий, расположенных выше улицы Юбилейная. Причина – проведение плановых ремонтных работ. Как только они будут закончены, водоснабжение возобновится. Отчитались за год. Макс Шоу-балет выступил с концертом на сцене ДК «Металлорг». За энергичными танцами наблюдала Татьяна Александрова. В зале яблоку негде упасть. Мама и папа пришли посмотреть на своих чат. Ребята готовились к этому концерту целый год. Анжелика Калыкина живет танцем уже 5 лет. За это время девушка настолько привыкла к свету софитов и овациям зрителей, что теперь без этого не может. Уже все вошло в привычку, уже без танца вообще никуда. Прямо, если не занимаешься, все уже тряска. Наркотик, скажем так. Младшие танцоры не успели привыкнуть к сцене и так разволновались перед выходом, что даже забыли, кто и какие номера должен танцевать. Сколько номеров вы будете исполнять? 4, 2, 3, 3, а мы 2, вернее я 1. Всего в коллективе занимается 80 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. Стараются все, без исключения. Но в этом году их руководитель Лариса Малеева не совсем довольна результатами. Ну, не лучший результат у нас в этом году, но молодцы маленькие ребятки. Старшие ребята исполняют в основном эстрадные современные танцы. Те, что помладше, не отстают. Сегодня они решили станцевать свой любимый танец барбариков. Этот концерт у ребят отчетный, и они уходят на каникулы. Но, несмотря на это, мы можем увидеть их на дне города Березники. Татьяна Александрова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередной выпуск реалити-шоу «Мисс Березники». Я же прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет магазин «Дом мебели» по адресу улица Мира, 53. Спешите только одну неделю с 28 мая по 1 июня скидки до 50% на мягкую мебель из кожи. Здравствуйте. 1 июня в Березниках ожидается облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха плюс 23-25 градусов, ветер южный 5 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Лалаева Олеся. Специально для программы «Новости на ТНТ» и всех очаровательных светловолосых девушек со всемирным днем блондинок. От такого выбора можно сойти с ума. За такую мебель хочется сражаться? Не нужно. В «Доме мебели» ее хватит всем. Мебели для прихожих, гостиных, кухонь, детских и спален. И множество аксессуаров. Дом-место, где живет уют. Дом мебели всегда вас ждут.